Всем привет, вы на канале SkyNine и мы продолжаем прохождение The Comma 2 Порочные Сестры. Мы с вами находимся также на рынке и нам сейчас нужно добыть некоторые ресурсы, чтобы создать ловушку. Ловить мы, видимо, будем мясника, который пытается поймать нас. И вот нужно решить, кто сделает это первым. У нас уже есть коробка с гвоздями, нам осталось найти леску. Для этого мы отправимся в самый низ, в секцию морепродуктов. И где-то надо найти мышеловку, чтобы обменять у хозяина вот этого магазина на клей. Возможно, в секции, где у нас продукты. Лепешки, супермаркет, выпечка. А вот секция одежды, я думаю, полностью отлетает, но есть овощной магазин. По сути, по-хорошему, нам надо пройтись по всем магазинчикам еще раз и найти. Да и все. В общем, погнали. Сейчас мы идем к подземному коридору. А отсюда уже попадем к остальным секциям. Так, давайте, наверное, просто пойдем по прямой. У нас только пекарня получается здесь. Спустимся вниз, пройдемся по овощному как раз таки. И после этого можно сразу в отдел с морепродуктами. Погнали. Так, у нас гости. Ты че? Мина, давай. Ладно. Я понял тебя, надо передохнуть немножечко. О, че-то светится. Мышеловка. Вы получили обычную мышеловку. Мне нужно быть с ней осторожнее, чтобы самой пальцами не попасть. Офигенно. Ну и все получается. Идем в самый низ. Находим леску и идем создавать оружие. Точнее, ловушку. А я-то думал, сейчас придется долго ходить. Искать эту сраную мышеловку. А тут все быстрее оказалось. Неожиданно. Так, мы на месте. Идем дальше. Пока ничего вроде не нашли. Скорее всего здесь. Леска выглядит прочной. Может пригодиться, если понадобится что-то связать. Вы получили леску. Великолепно. Ну и все. Теперь возвращаемся обратно в хозяйственный магазин. И создаем себе ловушку. Так, вот мы и на месте. Но перед этим надо сходить к хозяину. Этого заведения. Он здесь? Да, отлично. Я нашла обычную мышеловку. Сделка в силе? Ну, нужный тебе клей у меня. Вот, держите, сэр. По крайней мере, ее можно будет использовать повторно. Всегда есть несколько способов поймать грызуна. Вы получили липкую мышеловку. Благодарю. А, имеется ввиду повторно использовать, потому что липкая одноразовая, да? А то я сперва не понял, к чему это было сказано. Так, ну что, погнали творить. Похоже, владелец использовал этот верстак, чтобы создавать айтемы знаем. Чеснок, согните гвозди и соедините их пучком. Используйте провод, чтобы связать пучок между собой. В конце нанесите сильный клей на острые концы. Натяните чеснок у основания нескольких деревьев и направьте свою добычу к ловушке. Это запутает и травмирует ее, значительно упростив преследование. У меня есть леска, мышеловка и гвозди. Приступим. Объединим леску и гвозди, чтобы сделать колючий чеснок. Вниз. Так. Используем леску, чтобы связать скрученные гвозди. Вверх. Опять вверх. Ну и последнее. Покрываем скрученные гвозди клеем с липкой мышеловкой. Давай. Так. Все. Клей липкой мышеловки может придать скрученным гвоздям клейкость. Вы создали колючий чеснок. Это замедлит любого преследователя. Видимо, когда мы будем убегать, мы просто кинем эту штуку и замедлим мясника, который будет за нами гнаться. Смотрите, я что-то нашла. Это то, что вам нужно? Позволь взглянуть. Ты справилась, малышка. Это и правда нерасстающий ингредиент для моего плазматоника. Пора воспользоваться моими чарами. Бормочет. Немного того, немного этого, совсем чуть-чуть экстракта кимчи и... Вуаля. Твоя подруга будет счастлива, как свинья в грязи, когда увидит его. Сравнение, конечно, гениальное. Спасибо вам большое. Вы получили плазматоник. Теперь поговорим о вознаграждении. Не волнуйтесь, деньги при мне. Прекрасно. Посмотрим. Боюсь, тебе придется уйти с пустыми руками, девочка. Это не покрывает стоимость сделанного мной эликсира. Как так? Вы серьезно? Я ведь вам принесла мракошень. Вы не можете требовать с меня полной стоимости. Полагаю, я мог бы предоставить тебе скидку за старание. Но нужно только оставить квитанцию для... Бухгалтерии. Вот это я сегодня щедрый. Ладно, давай распишись здесь, и мы в расчете. Я не уверена, что мне сто... Слушай, не поможешь мне с бумагами, ничего страшного. Вот только уйдешь отсюда без плазматоника. Подумай о своей подруге. Что-то он замышляет, походу. Ладно, покончим с этим. Где подписывать? Прямо здесь. С тобой было приятно иметь дело, малышка. Блин. Что вы делаете? Прекратите. Злобная сестра сказала, что вечером ко мне явится несколько смертных. Она даже пообещала оставить меня в живых, если я выведаю хотя бы одно настоящее имя. Если бы меня спросили, то я сказал бы, что это довольно выгодная сделка. Ты согласна, Пакмина? Ничего личного, малышка. В конце концов, это просто бизнес. Прощай. Вот говнюк. Атмосфера на рынке стала хмурой и ужасающей. И что теперь? Мне каранты? Такейби, досье Института Сэхва. Такейби – полулегендарные существа из корейского фольклора. Хотя технически этих гоблинов можно отнести к теням, они имеют отличительные признаки, которые отделяют их от своего рода. Такейби обладают врожденной способностью использовать мощную магию, не имеющую равных в теневом мире, которая может проявляться в форме голубого огня гоблинов. Они также являются алхимиками, изменяющими металл в другие формы и создающими различные эликсиры. Такейби – вредные обманщики со склонностью к розыгрышам. Заключать с ними сделки опасно и рискованно. Корейцы называют свой рынок рынком Докеби в честь обманчивой натуры этих существ и их способности исчезать. А нельзя было мне сперва дать вот эту записку, а потом предлагать что-то подписывать? Прям какая-то мертвая тишина. Мне, наверное, нужно идти в самый низ, да? Мы же пришли с вами из ворот. Да, смотрите, вот он, восклицательный знак, мне сюда. Ну, погнали. О! Глупая девчонка, что ты наделала? Янми? Я? Только одна вещь могла вызвать такое заклинание. Магия Токеби. Нужно убраться с улиц, за мной. Погнали. Слушайте, что вы имели в виду под магией Токеби? Минуту назад. Тихо! Я спрошу только раз. Ты сообщала свое имя кому-либо или чему-либо на этом рынке? Да. Что? Нет, хотя я встретила торговца Токеби, но мы почти не говорили. Но... Но? Я расписалась на квитанции. Идиотка! Ты поставила под угрозу все, что мне было уготовано. У меня не было выбора, этот гоблин вынудил меня. Нет-нет-нет, пташка. У тебя всегда есть выбор. Последнее, что ты должна делать, заключая сделки с Токеби, это сообщать им свое настоящее имя. Да, я провалился. И что делать теперь? Что делать? Из-за этого просчета на тебя откроется сезон охоты. Что значит? Это только вопрос времени, когда она доберется сюда, а я попаду под перекрестный огонь. Она? Подождите, о ком вы говорите? Тссс, ты это слышала? Янми? Что? Что? Ты... Ты натворила. Это Миссон пришла. Боже мой! Валим! Срочно валим отсюда, быстрей! Куда идти, куда идти? Мы правильно идем? Прячемся. Так, мы где? Овощной магазин. Нам нужно вниз спускаться. Отстань. Тут еще вот эта тварь появилась. Давай, давай. Осталось чуть-чуть совсем. Ну хорош, не выдыхайся. Отстань. Эй, вы в порядке? Ох, это ты. Что здесь произошло? Я пытался остановить ее, но она начала всех убивать. Тебе нужно убираться, пока ты еще можешь. Куда мне идти? В отдел строительства Хана. У нас есть ключ от строительных лесов у новых ворот. Это твой единственный шанс. Блин. Ну конечно же, не могло пойти все как надо. Так, нам главное энергию не тратить свою в пустоту. Так, я правильно пришел? Вроде да. Это похоже на стол бригадира. Он оставил здесь свои ключи. На рынке полно строительных работ. Возможно, я смогу попасть в некоторые места, которые обычно недоступны. Так, мы получили ключ от строительной площадки. А строительная площадка... А, находится рядом с секцией одежды. Там где лестница, точно. Во! Нашли! Может я смогу выбраться отсюда? Все еще строится. Далеко падать. Один неверный шаг, а мне конец. Глупое дитя. Думала, ты можешь просто уйти? Ты действительно думала, что это остановит меня? О, наша ловушка. А что, недостаточно что ли? Слишком быстрая. Не могу оторваться от нее. А, она близко. Кричит. О! И слишком тяжелая, походу, да? Лиса не выдержала твой вес, походу. На этот раз мне повезло. Поверить не могу. Мне удалось сбежать. Ясоль была права. Кома более чем реальна. Это кошмар наяву. О боже, ясоль. Нужно позвонить ей и убедиться, что все хорошо. Не отвечает. Нужно как можно скорее ей это отнести. Так, а где, куда? Куда нам идти-то? Везде закрыто. Мы правильно идем? А, точно, мы же отсюда пришли. И вот мы снова добрались до полицейского участка. Должно быть, это ненормально. И все же удалось прорваться. Она может вернуться. Нужно смотреть в оба. Согласен. Я думаю, она нас не оставила. Так, поднимаемся наверх. И нам куда-то сюда, по-моему, да? Есоль? О, ты здесь. Есоль! Она не реагирует. Плазматоник, это единственная надежда. Но можно ли доверять то Кэбби после того, что он сделал? Выбора все равно нет. Ее жизнь на волоске. Будем надеяться, что ты снова окажешься права, Есоль. Давай же. О, наконец-то. Кашляет. Помогло. Эй, ты слишком шумишь. Хочешь нас убить? Я очень волновалась. Ты даже не представляешь. Отлично. Боец снова в строю. И что дальше? Теперь я в полном здравии. Ты справилась, Мина. Все благодаря твоему аптекарю. И ты забыл упомянуть, что он настоящий Токэби. Он безобидный. Он безобидный. По крайней мере, до тех пор, пока не узнает твое настоящее имя. Ну, да. Что? Только не говори мне. Может тебе стоило упомянуть об этом до того, как отправить с этим поручением? Хм, должно быть, вылетело из головы. Я ведь на минуточку умирала? Действительно. Ну, знаешь, как говорится, опыт лучше учитель. Лучше бы такого опыта у нас не было. Учитель. Надеюсь, это не лучшая твоя мудрость. В последнее время мне как-то не везет с учителями. И да, я знаю, что это двинутое, не настоящая миссон. Просто слишком много всего нужно переварить. Тебе нужно было увидеть все самой, иначе ты бы мне не поверила. Теперь ты знаешь, с чем мы столкнулись. Кома реально. Да, теперь я верю. Но что дальше? Мы не можем здесь оставаться. Я видела, как это существо убило женщину. И почти схватило меня. Здесь мы не в безопасности. Стоп, еще раз. Ты видела, как она убила живую женщину? Ага. Та была одета в шаманские одеяния. Ее звали Янми. Нет, не может быть. Но она, скорее всего, знала ее. Потому что они вроде как выполняют одну роль. Сражаются против теней. И прочее. Этого просто не может быть. Если только... Неужели это случилось? Ясоль, почему мне кажется, что ты что-то не договариваешь? Неважно. Слушай, все осложняется. И теперь нам нужна твоя помощь. Нам? Древнему ордену, известному как охотники на духов. Наша обязанность защищать неспящий мир от потусторонних вторжений. Чем дальше, тем лучше. Ты сейчас говоришь, как супергерой из манги. Если то, что ты сказала, правда, то мы только что потеряли человека, который мог остановить апокалипсис. Этим вечером судьба всего мира висит на волоске. Сейчас я готова поверить чему угодно, но что-то я не понимаю. Почему Янми была так важна для вашего плана? Когда Красная Луна будет в зените, грань между неспящим миром и комой ослабнет. Недавно злобная сестра заполучила мощный артефакт, который позволит провести кровавый ритуал и преодолеть эту грань. Только род древних шаманов может владеть лунным ладаном и пленить ее здесь. Но думаю, теперь нам придется импровизировать. Мы должны встретиться с моими людьми в больнице Сехве. Есть только одна проблема. Дорога кишит безумными духами. То есть, своим ходом туда не добраться. Общественный транспорт тоже не вариант или как? Похоже, нам придется воспользоваться метро. Надеюсь, ты захватила свой проездной? Он работает здесь? Конечно, я всегда ношу его. Наверное, в школе забыла. Он в моем классе. Или, может, я обронила его в кладовой? Тень станции метро крайне строга. Ты не сядешь на поезд, если не найдешь проездной. Здрасте, приехали. Это как в этом, в атомике было. Вокруг творится какая-то жесть, апокалипсис, но ты не поедешь в поезде, потому что у тебя нету проездного. Гениально. Вы получили коробок призрачных спичек. Эти спички излучают особое пламя, отталкивающее определенных духов. Уверена, они пригодятся. Просто старайся их сохранить. Когда найдешь свой проездной, иди ко входу в метро рядом с рынком. Затем встретимся у больницы. Призрачные спички расходуются. Ищите дополнительные спички, чтобы пополнить спичечную коробку. Призрачные спички создают зеленое пламя, которое отпугивает цепкие руки и теней преследователей. О, мы сможем сундуки открывать, да? Прикольно. У меня 20 штук. И что, мне нужно в школу что ли идти? Да уж. Все из-за сраного проездного, блин. Как так? Открыто. Сехо использовал эту доску, чтобы подпереть входную дверь. Вот почему я не могла выйти. Урок усвоен, больше я ему не доверюсь. Это правильно. Этому говнюку доверять нельзя. О! Здрасте. Какой-то псих заблокировал вход. Ты ведь не имеешь к этому никакого отношения, да? Ну так, чисто косвенное. Нет, сэр, на самом деле я рада, что вы открыли дверь. До школы где-то полтора километра. И Есоль упоминала, что дорога кишит безумными духами. Может, стоит позвонить ей? Ну давай. Как дела, Мина? Привет, не думаю, что смогу добраться до школы пешком. Зачем вообще так делать? Просто используй нору. Нору? Это самый быстрый способ перемещения. Как червоточина, они связывают места на большом расстоянии друг от друга. Поэтому ты можешь быстро путешествовать между ними. Звучит немного надуманно. Это действительно самая странная вещь, о которой ты слышала сегодня вечером. Чтобы безопасно перемещаться по норам, тебе понадобится призрачная мазь. Я оставила немного в сумке в полицейском участке. Она находится в генераторной. А почему бы и нет? Что может пойти не так? А нельзя было мне в руки дать? А не там оставлять. А, она, видимо, до этого оставила. А я-то думал, что мы все уходим из полицейского участка. Погнали вниз. О, там этот говнюк. Что там у тебя? Что-то странное окружило твою сумку. Мы зовем это цепкими руками. В коме много необъяснимых явлений. Мы считаем, что это подсознательная проекция. Помнишь о призрачном коробке спичек? Что я тебе дала? Зажги одну спичку и подержи рядом. Подсознательная проекция кого или чего? Людей, которые считали все то, что они сохраняют ценным. Жутковато. Может, чем меньше ты знаешь, тем лучше? Хе-хе. А как мне зажигать спичку? Короче, я посмотрел в обучении. Спичку надо зажигать на тем. Пламя спички рассеивает духов вокруг контейнера. Вы получили призрачную мазь. Эта штука очень едкая. Это призрачная мазь. Нанеси немного, прежде чем лезть в какую-либо нору. Она не даст призрачным сущностям разорвать тебя на части. Ты можешь найти одну из нор в отделе уголовных расследований. Окей. Так, убираем спичку. А как мне включить фонарик? Да елки-палки, а что за фигня? Блин, опять обучение что ли смотреть? Где фонарик? О, на F. Так, это мне получается нужно идти в отдел уголовных расследований. Я возвращаюсь обратно. Затем нужно подняться на этаж выше. Но не с этой стороны, потому что там впереди будет закрыто. Рядом с оружейной. Так, энергию не тратим. Миссон, по идее, где-то здесь. Сюда? Правильно зашли? А, нет, рановато. Ошиблись дверью. Туалет тоже, по идее, не подходит. Так, о, вот она. Выглядит классно. Как будто там прям какая-то очень далекая дырка. Ну, на самом деле так и есть, скорее всего. Кажется, я нашла нору. Выглядит совершенно небезопасно. Вот почему ты должна использовать призрачную мазь. Постарайся найти в себе немного веры. А как мне использовать? Или она сама использует ее без меня? Я надеюсь, что сама. Похоже, что-то прорыло туннель. Но достаточно широкий. Я смогу пролезть. Блин, мы не сохранялись. Я очень надеюсь, что все-таки мазь, она автоматически используется. Поглядим, куда он ведет. А вот так вот? Лозы непредсказуемо корчутся. Ощущаю ваше присутствие. Запах мази защищает вас от них. О, отлично. Вот эта сцена, видимо, для того, чтобы показать нам, что было бы, если бы мы пришли туда без мази. Скорее всего, я бы там погиб сразу же. Это класс? Как я сюда вернулась? Я ведь была в полицейском участке. Пространство в этих норах работает совсем иначе. Кто-то звонит? Шанс не может быть. Алло? Это Пакмина? Вы действительно тот, кто я думаю? Ясоль сказала, что я могу связаться с тобой по этому номеру. Я Шанс. Мы уже встречались. А, это же тот учитель английского новенький. И мы в тот раз упустили свой Шанс. Но теперь-то мы не упустим тебя. Новый учитель из класса Мисс Сон? У нас не было времени для знакомства. Подумал, что нужно это исправить. Ты, наверное, уже поняла, что я не совсем школьный учитель. Никогда не встречала иностранца, который свободно говорит на корейском. В институте Сехва есть, на удивление, хорошая программа изучения языков. Слушай, Ясоль говорит, ты способная девушка. Должно быть, ты произвела на нее впечатление. Она правда так сказала? Да, а удивить ее не так-то просто. Она также рассказала мне о том, что случилось с Янми. Это трагедия. Звони в любое время, если понадобится помощь. Даже если захочешь улучшить английский. Не думаю, что апокалипсис – лучшее время, чтобы улучшить мой английский. Эффективное общение может помочь в любой ситуации. А пока, думаю, нам нужно встретиться в больнице Сехва лично. Интересно, а куда мне идти-то нужно по итогу? Просто ходить и искать свой проездной? Ну, видимо. Мой проездной должен быть здесь. Могу поклясться, что оставила его в своей парте. Это кто? Это моя подружка. Забавно видеть тебя здесь так поздно, Мина. А? Не подходи. Ты бледная, как простыня. Призрака, что ли, увидела? Ты... ты? Девчуля, не гони. Дахьон? Поздновато, Бороди, здесь одной, нет? Я бы спросил то же самое. Наверное, это просто дух. Я кое-что потеряла. Думала, оставила в классе миссон. Это ищешь? Эй, где ты его нашла? Отдай. Руки убери. Ты стала многое забывать. Не могу сказать, что удивлена. Твоя память уже не та, что раньше. Если подумать, в последнее время мне приходилось частенько разгребать твое дерьмо. У меня нет времени на это. К чему ты клонишь? Пора вернуть должок. Это не смешно, Дахьон. Поверь, мне это тоже не в кайф. Но сейчас ты просто не та, которая была. И мне нужен кто-то, да кто угодно, Кто поможет понять, почему я так бешусь. А ты типа единственный кандидат. Думаю, небольшое путешествие по воспоминаниям поможет пробудить твой затуманенный разум. Ты ведь помнишь нашу первую встречу, да? Мы все внимательно рассматривали анатомию одного парня. Помнишь, что я тогда сделала? Уверена, ты сообразишь. Чао. Эй, постой! Рассматривали анатомию одного парня? О чем она вообще? Нам нужен кабинет анатомии? Или может быть, кстати, какой-нибудь кабинет биологии? Медпункт? Ну, что-то связанное с анатомией, да? Ну, ладно, в любом случае, туда мы сходим уже в следующий раз. Я думаю, пока что достаточно. Как раз-таки с охраной есть. А я-то думал, куда нам идти, чтобы сохраниться. Ну, а пока. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайк. Пишите комментарии, что думаете. С вами был Скэнэн, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.